добрый день друзья сегодня состоялась долгожданная премьера флагманов redmi k20 и k20 pro и они уже стоят на стенде в официальном магазине сяоми мы пришли сюда чтобы посмотреть на них пощупать и разобраться в чем в них разницы как они выглядят готовы поехали сейчас у нас в руках к 20 про экран здесь имеет диагональ 6,39 дюйма как на многих флагманах и в том числе сяоми mi9 здесь очень минимальные рамки по краям и нижняя губа или подбородок как кому угодно имеет размер 3,8 миллиметра замечательно то что здесь выдвижная фронтальная камера что позволяет сделать сам смартфон полноэкранным безрамочным корпус выполнен из металла задняя часть выполнена из стекла имеет вот такой вот раскрас яркий переливающийся сзади расположены три камеры основная на 48 мегапикселя amx 586 нижняя это ширик на 16 мегапикселей верхний телевик на 8 мегапикселей внизу расположен отверстие под динамик микрофон также здесь есть качелька громкости кнопка включения выключения также здесь сбоку и сверху расположен две области под антенны также сверху расположен вход под наушники вход для зарядки здесь тайп си по начинке здесь все на высоком уровне стоит топовый процессор snapdragon 855 установлена в данной версии 8 гигабайт оперативной памяти 128 гигабайт накопительной памяти и стоимость его 2799 юаней а также есть версии на 6 64 6 128 и 8 256 гигабайт цены внизу вот сейчас вы где-то вот здесь увидите также по начинке отмечу что здесь установлена батарея на 4000 миллиампер часов что должно хватить на один на два дня есть есть быстрая зарядка на 27 ватт фирменная от сяоми вход под тайси как я уже говорил и камеры от sony и фронтальная камера кстати здесь на 20 мегапикселей еще несколько особенностей производитель утверждает что срабатывание выдвижной камеры равняется около 300 тысяч раз также здесь стоит технология программной дисси для экрана что делает градиент более плавным помимо этого как полагается молот экране есть встроенный сканер отпечатка пальца также в данном телефоне используется искусственный интеллект по расходованию батареи что увеличивает автономность ну и вишенкой на торте будет то что здесь есть модуль nfc также есть 7 band аудио вход и очень крутые как говорят производитель динамики это мы все проверим на общем тесте и когда нам телефон попадет в руки ну и давайте поговорим о младшей версии это к 20 перед нами сейчас версия к 20 она более простая чем к 20 про здесь они практически ничем внешне не отличаются они как две капли воды единственное отличается цветом здесь у нас красная версия чем же отличается к 20 к 20 про всего есть три отличия самое главное это внутри стоит chipset snapdragon 730 второе это здесь присутствует более простая быстрая зарядка на 18 ватт и третья здесь основной модуль камеры imx 582 и он также на 48 мегапикселей как он работает и в чем отличие мы будем разбираться уже когда нам придут сами смартфоны а на этом у нас все спасибо за ваше внимание если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на наш новостной канал в телеграме и в группу вконтакте